Боже, милостью будь мне грешным, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Отец Небесный, мы просим Твоего благословения на эту беседу. Сохрани нас от всякого рода зла и греха. И обрати на пути сенатова Александра и всех, кто участвует в этих беседах, и кто слушает то, что он говорит, дабы ни одна душа не погибла. Мы уповаем на милость Твою, научи нас пользоваться правильно драгоценным мирным временем. Благослови патриарха, Кирилла, епископов и священников, чтобы они не воевали против благовестия, чтобы учили народ Божией истине, ибо народ находится во тьме и ничего не знает. Будь милостью, сжайся над бедной Россией. Куда она идет, и куда пришла, исчезай совершенно. На Тебя мы уповаем. К Тебе прибегаем. И к престолу Твоему я поднимаю руки. Помилую на всех, Господи. Сохрани от всякой злобы, от всего, что не славит Тебя. Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Иисусу Христу. Вот так я сяду здесь. Скамейка низковатая. Я пальто тут свернул под него. Все. Бывает холодновато до 8 градусов тут. Вот это у нас трапезная. Красно-возвиженская община в городе Барнавуле. Меня просят каждый день по интернету прокомментировать выступление Невзорова. Добавили сейчас Задорного. И сегодня совершенно новый человек, которого я не знаю, даже я потом скажу. И сегодня это у меня 16-я встреча. Это, как назовем, ролик или видео Александра Глебовича Невзорова. Слив исповеди. У меня ответ такой. Также серия бесед под названием «Во свете Библии открытым оком». Он говорит о болгарской церкви, о богентурных ее делах и что они обнародованы. И вот что из 15 архиереев, 11 были загарбованы. Они его нисколько не удивляют. Удивляют 4. Откуда они из космоса пришли? Почему об этом сразу не объявили, что 4 целых архиереи? 4 целых архиереи. И они не загарбованы были в КГБ. И он объясняет. Это люди были свои засланы. Их вербовать не надо было. Это вполне вероятно. У меня всегда возникал вопрос раньше. Вот как только совершилась Октябрьская революция, и сразу возникает это обновленческое движение, обновленческая церковь. И люди говорят, это вот они хотели сделать женатым епископат. А они хотели на русском языке. Да не в этом дело, не в русском языке. Как и раскол-то был приниканье-то. Не о том, что двумя перстами молились или тремя. Речь шла совсем не об этом. Это уже не на 25-м, а может быть дальше. Никакой важности одна ей или две ей. Главное демократизм правления в церкви. И здесь точно так же. Часть священников вовремя успели к власти. Конечно, это была взаимная сделка. Такое бывает где-то. А другие еще не могли опомниться от того, что происходили. Там они быстро сумели во время февральской революции. Всеразно царя-батюшку молились, поклоны клали. Тут в один день буквально отреклись. И благодарственные телеграммы пошли, завалили временное правительство. Как они одобряют это, что наконец-то мы вздохнем свободно. Церковь сейчас сможет делать все, что она желает. И проповедовать, и книги издавать. То есть гнет. Режима был ужасный. А церковь сама это на себя навлекла. Они еще не понимали, куда это все приведет. А вот здесь обновленцы, тут в Веденске нашелся, разные-разные. Они свое дело дальше будут делать. И вдруг раз, обновленцы исчезли. Хотя фактически захватили все. Куда они делись? Да никуда они не делись. Их через покаяние, таких как Сергия Острогородского, приняли обратно в церковь. То есть сегодня это самое настоящее обновленчество. Но по старым книгам, по тем же самым Буковкам. То есть худший вариант обновлеченности наступил позже, который сегодня мы имеем. А приветствие, то что и Временное правительство пришло, и Антоний Храповицкий приветствовал. Все буквально. Я читал эти телеграммы. Думал, может подделка какая. Но оказывается книга вышла. Так вот, относительно того, что есть слив, да, это так. Но слишком примитивно Невзоров смотрит на это. Вот там икра, что было там. Он, мальчишка, сидел, смотрел. Я второй раз решил просмотреть. Думаю, может быть, где-то еще что-то у него просмотрел. Все его ролики я просматриваю на два раза. Иногда на три раза. Конспектирую, а потом это все печатаю. И тогда уже смотрю, чтобы ничего не пропустить. Потому что он мне не враг. Почему? Ну, в первую очередь, у меня врагов нет. Во-вторых, он не может со мной воевать. То, что он предоставляет из себя, и какие он предъявляет обвинения церковникам. Во мне этого ничего нет. Ни богатства, ни машин, ни икры. Ничего у меня нет. Вообще ничего нет. Это вот где мы сидим. Это после освобождения. Я судился 11 лет. И выиграл этот процесс. По изъятому у меня. Я судим был по статье 190 прим. У меня, мной было насчитано 50 книг. Вот, теперь они были напечатаны. Все это в аудио, на нашем форуме, во свете Библии называется. Во свете Библии. И там, это, к истине один народ РУ. Можете любой зайти и посмотреть. Или зайдите в гугл и зарядите Игнатий Лапкин сайт. А с сайта вверху написано форум. Уткните и на нашем форуме. Там 1400 тем. Все это можно потом будет вам проверить. То, что я говорю. Это он пишет, когда был в первом-третьем классе. Дедушка его брал с собой. Дедушка сотрудник НКВД, КГБ там был. И был там часа 3-4. И считал советский экран на конспиративной квартире. Но он не знает, исповедь они сливали или нет. Он коснулся исповеди. Я говорю, что вот он непроверенными фактами сплошь и рядом пользуется. Я не говорю про Писание. Он Библии совершенно не знает. Верующим ни одного дня не был. Он в конце концов проговаривается. Я все это себе записываю. Показываю картотеку. Когда он мог обратиться? Никогда. О своем обращении к Богу он не может сказать ни одного слова. Я говорю о Невзорове, Александре Глебовиче. И когда-то отошел. Почему-то стал другим. Он никогда другим не был. Он никуда не отходил. Не потому что поп нахамил. А вот та система, что он видел. И в ней, может быть, он места не нашел. Ему не нашлось. А был бы один из них богатый. Может, такой же и был поптом. Как его за архиерея даже при его разуме. Но получилось по-другому. И на него нужно смотреть и как на врага. На Александра Глебовича. Потому что были люди, которые разрушали все. Такие, как Атила. Такие, которые приходили, как Тамерлан. Их называли бич божий. И бич божий был Сталин и Гитлер. Маленький бичик может быть именно в лице Невзорова сегодня. Чтобы пробудить немного. Вижу, что и патриарх уже начинает беспокоиться. А речь идет о немалом. О том, о чем говорит Невзоров. Я не хочу, чтобы попов сбрасывали с колоколин. А это, я говорю, совсем недалеко. А может это быть? Может быть. И при том, в раз все кончится. Я говорю это, зная обстановку. Я во многих университетах вел занятия в школах. Во всех отделах милиции. В краевом городском УВД. И не было у меня ни одного места, где бы вот эти современные священники. Не надо бояться слова попы. Попы это по-славянски. Где бы они не вредили и не лгали. Потому что, в другой раз думаешь, это слуги дьявола, а не Бога. Совершенно не знать точно, что этого не было, они лгут. Вот представьте, я веду занятия по договоренности с командованием. С генералитетом, можно сказать. В летном высшем училище, в Барнаульском. Веду занятия не один год. Ну, не мне говорить, какой мой там был авторитет. Но однажды было так. Подходит полковник. Ко мне и говорит, Сергей Джованширович, Акопян. Ну, сегодня вы маленько, как бы не вовремя так. Хотя вы в свое время пришли. Но у нас тут артисты с Москвы были, выступали. Ну, продолжительное время. И уже курсанты устали. Там 470 человек. У нас обед сейчас будет. Может быть, отложим мы в другой раз. Они уже не могут слушать. Ну, а сколько у вас время свободно? Ну, у нас 15 минут до обеда. Ну, дать я 15 минут я скажу. Я просто хочу сказать, что упустила православная церковь. Я стал говорить. Но это не первое было уже у нас. Проходит полчаса, час. Офицер выходит, показывает, нам в столовую обед надо. Они 2 часа, раскрыв глазенки и рты, смотрели и задавали вопросы. Один из них стал потом верующим. Принял крещение. Вот как. Ну и что? Да вот то, что это все стало известно местной епархии. А у епархии сразу, как он говорит Невзоров, он правду говорит, без мирской власти вот эта патриархия, то есть русская православная церковь до дня не проживет. Они без мирских властей ничего не могут, они совершенно не способны. Вот их если бы выкинуть где-то в незнакомом месте, ничего не давая, как вот сектанты приезжают, разные мормоны-то. Он просто по уголам огородным будет стоять и все. Он не знает, что делать. Ему обязательно храм, ему нужны разные приборы, ему книги там надо какие-то. Возьми двое Евангелие и проповедуй. Все остальное придет через год. Он не может работать. Но они, это еще не вся беда. Беда та, что они не могут терпеть, когда кто-то работает. Против меня у них обвинения никакого нет, как один священник сказал, что меня свалить ничего не стоит. Но вы совершенно неуязвимы. Они за мной следят сотнями глаз и ничего не могут найти. Они могут только лгать. А ложь, она короткие ноги имеет. Я каждый день делаю новое дело, они за мной не могут угнаться. Вот и все. Что они делают? В это время церкви уже назначают, как у нас в патриархии отец Дмитрий Смирнов, по связи с силовыми структурами. Так здесь назначили Бурдина отца Николая. Их три брата, все священники. Все, он звонит. Так, вы знаете, что нас назначили? Уже назначили. Генерал знает. Так, а у вас, говорят, уже ведут занятия, да, Лапкин, Игнатий Тихонович? Так, чтобы больше его там не было. А почему? Да пускай он ведет уроки. Если он будет, мы не будем вести уроки. Они сразу же берут за горло даже военных. И не взором тысячу расправ здесь. Самое страшное, что может произойти, когда власть сделается теократической в России, и церкви отдадут власть. Вы даже не представляете, что это будет. Как Серафим Саровский предсказывал, будет такая бойня, что никого ссылать не будут, убивать будут на месте. Вот тогда черная сотня будет кровавая сотня. Это уже все к пророчествам сказано. Сегодня на втором месте молитва, чтобы церковники занялись своими делами, не рвались к власти. Ну и вызывает меня начальство. Так, и так, нам, конечно, жаль, но мы ничего не можем сделать. Видите, это высшее руководство нам спустило директиву, никого, кроме тех, кто назначен. Хорошо. Но я-то у них делал все бесплатно. Я в пяти университетах одновременно делал занятия, где-то в пятнадцати школах. Там, сколько там было здесь техников во всех, на фабриках, заводах, в КГБ, в прокуратуре, в судах. В воинских частях во всех был. Даже приехали офицеры, решили, говорит, зафрахтовать самолет, чтобы менять за одной воинской части другую. Я выступал перед ними. А Боги, с Библией в руках. Но я сказал им, знаете, они у вас не будут вести занятия. А почему? Да они делать ничего не могут. Во-первых, они бестоланные. Все, все. А почему? Дух, где Дух, Господень, там свобода. Дух Божий не может, как ветер дуть через препятствия. Дух, перед Духом Божьим должно вот все склониться. Не можем так, это мое я, это твое, это его. Дух Божий не может дать нам, что он желает. Пророки ни с кем не советуются. Мои проповеди всегда были в пророческом духе. Почему? Я из Библии все цитирую. Вот здесь в каждой книге, это 38 моих книг, 3000 ссылок из Библии. Я ее просто знаю, 50 лет ей занимался. Я говорю, они у вас не будут вести занятия. Мазур подходит ко мне, сейчас, не знаю, кажется, тогда майор был еще. Сейчас, видимо, другое у нее звание. Николай Павлович. Близко как-то сроднились мы так с офицерами, они очень хорошо относились. Я говорю, вы возьмите мой телефон, если что, вы позвоните. Хорошо, но они ведь не будут вести занятия. Они будут просить деньги у вас. Ну, какие деньги? То есть они так привыкли, что я бесплатно это делаю, показываю фильмы, я вел программу по мировому искусству, по всем галереям мира, о географии, истории страны. Ну, то есть совершенно все, что впитывается из Библии. Разъяснения. Ну, чего в книгах, конечно, трудно найти где-то. Я очень много работал с книгами в разных библиотеках. Проходит неделя, половина, наверное, второй прошло. Этот Николай Павлович звонит. Так, приходите вести занятия. А почему? Я разговаривал сейчас, говорит, с Войтовичем. Это благочинный, самый старейший был. Войтович Николай Павлович, тоже Николай Павлович. Ну, интересно так. Он сказал, а где мы будем деньги получать? Он говорит, какие деньги? Мы же будем вести занятия. Ну, кто ведет занятия же? Даже интервью на деньги за это платят. А Лапкин у нас... Что Лапкин? Какой нам указ Лапкин? Это его дело. Мы говорим, ну, у нас денег на это не отпущено. Значит, не будем вести занятия. Я сказал, у нас аудитория, тепло. 475 курсантов. И он мне говорит, я понял, что у церкви будущего нет. Это военно. Он мыслит другими категориями. Но тут сразу стало понятно, что это люди сребролюбивые. Они с бабушками привыкли возиться, чтобы там пенсии складывали, только им все. И все. Я сразу до закрытия училища пошел вести занятия. Вот и все. И поэтому у Невзорова так много можно взять. Он талантлив. Но и он тоже не может быть проводником Духа Божьего, потому что он его отрицает и не молится. Не молится. Он многое придет, как говорится, с кондачка. Налететь, шапку сбить только. Ничем не доказуемо. Совершенно. Если бы он был здесь, я бы сказал, назовите такие книги. Вот я называю все время глава стих. Вот передо мной лежит Святая Библия. Я ничего не придумываю. Я для этого все выписываю. Хотя раньше я мог цитировать. Во время одной беседы с баптистами, помню, они любят Библию. А чтобы никаких книг не было. Беседа, на которой он пришелся. Я на память перевел 74 места. Цитируя букву в букву. Мне просто дал Бог это. Как Демитрий Быков писал, говорит, феноменальную память. Это у меня у отца это было. Это не мое. Это дар Божий. Священники бестоламны, потому что они не свободны. Они с приглядом глядят. Кому нравится. Цензура пропустить нет. Дух Божий не может действовать. Мы даже действуем так, как говорил пророк Михеев. Что Бог скажет, то скажу и я. Что Дух Божий положит. Дорога там уговаривает, как бы сегодня секретарь апархиальной его. Ты скажи, как все говорят. Ну пусть так, чтобы президенту понравилось. Ну почему тебе не сказать? Жив Господь Бог Израилев. Я скажу то, что Он мне повелит. Где сегодня эти священники? Почему ни один не обличит патриарха? Ни один, ни Осипов, никто. Никто. Что, он безгрешный? Да за ним столько числится. А он бы принял это обличение с паста. Лицемеры все. Я все вспоминаю. У нас здесь был долгое время. 13 лет служил гидеон, архиепископ. Докукин. Потом был митрополитом Ставропольским. И когда он уезжал, в Тобольске выступил. Мне так передали. И он говорит, я 13 лет служил. А ему принадлежал Алтайский край, Новосибирск, Кемерово, Томская. И Туа. Такая была епархия. И ни одного священника у меня не было, который говорил бы правду. Все были лицемеры. У меня только был один человек, который мне правду в глаза говорил. Я с ним беседовал по два, по три часа. Помню, зайду иногда. Там прихожая полная священниками. Один соскочил прям. Владыка, я давно жду ехать. Игнатий дольше ждет вашего покаяния, когда вы выйдете к народу. Вот его слова какие были. Но он и меня гвоздил, архиерей. Потому что я его по животу колотил и говорил, пойдем на проповедь. Он говорит, ну куда я с такой утробой пойду? Оставьте эти свои выпивоны. В двух ваннах архиерей вымачиваются, чтобы хорошо пахнуть. У Самуила Яковлевича Баршака из стихотворения, кто как пахнет. Рыбак рыбой, а бездельник другим пахнет. Работать надо. А попы ладаном пропахли. А мы должны пропахнуть благовестием. Как Павел говорит, издаем запах живительный на жизнь и смертоносный на смерть. Чтобы выслушав нас, враг ничего не мог сказать. А сказал, воистину с вами Бог, а то яко с нами Бог. А где он, яко с нами Бог? Покажите, где? И Мелько Пугачев виноват, Сенька Разин. Кого проклинаете-то? Анапими какие-то? Анапими никому нету, кроме нас, таких анапим. Кто не любит Господа Морана Пада? Мы не любим его. Потому что не знаем, кого любить. Это не свечки, против которых воюют все сектанты и невзоров. Не иконы мироточивые. О которых не кто-нибудь, а экономцев, не кто-нибудь, а архимандрит. Назначенная комиссия говорит, не дьявол ли нас здесь на этих мироточивых иконах? И Анна экономцев говорит. А мы голову морочим здесь. Заморочились на этих иконах. Значит, я к тому это говорю, что кто бы что нам ни говорил, надо посмотреть, как Ян Златоуст говорит. Если говорит правду, поблагодари его, вовремя открыл глаза, впереди пропасть была. А если не правду, поцелуй его за намерение. У него намерение, у него невзорово. Я не увидел, что он желает кого-то спасать. Нет, это месть, желчность, такая ядовитая желчность. Но оставь за гранью этого. Не лови интонацию, как ревнивая жена, какой интонации говоришь. А скажи, для чего-то он живет и, может быть, мучается из-за меня, беспокаянный. Вот, сливали ли они исповедь, я говорю, он этого не знает. Так что относительно исповеди, все это под вопросом. И чего бы они там сливали? Да на исповеди никаких антигосударственных заговоров не бывает, не раскрывается. А обычно одно и то же. Блудила, воровала, больше ничего и нет. Абортами тешились, ну и с работы тащили кто где что утащит-то. Больше каяться-то не в чем. Правда, у нас тут этот самый Войтович долго исповедовал одного, Володя Толстенко, Владимир Иванович. Я говорю, в чем так долго-то? Да он меня расспрашивал, Игнатий говорил тебе не голосовать. Ну, может быть, как-нибудь Косин, он все сливал туда. Мы занимались отдельно, я вел кружок здесь, это в те времена еще, 70-е годы. Половина 70-х еще было. Мы собирались три раза в неделю по два часа. Один день по порядку Новый Завет, второй день собирались толкование святых отцов, откровение, и один противосектантский. Как беседовать с сектантами? И поэтому у меня был такой успех, что приходили православие и адвентисты, и баптисты, и менониты, и каких только не было. И евреи. Люди видели любовь Божию. Они меня не видели тут. Они увидели, что православие это целомудрие. Это широта взгляда. Это источник Господней премудрости, не сузостью сектантской. А сегодня мы ходим, говорить православные даже стыдно, а вы православные пенчушки, воры. Тут поп приехал пьяный, крест, чуть даже и сам ребенку, глаза не выткнул. Везде отрицательное качество, почти везде. А какой процент? Не мерил. Но заваливает, конечно, за 90%. Те, которые не знают православной веры, я говорю о священнослужителях, вплоть до патриарха, они не знают. Не знают, потому что не жили. Сначала нужно правильно обратиться, покаяться. Так называемая встреча со Христом должна произойти. Должна быть живая вера в живого Бога. Православные этого вообще не знают. У меня это было 27 сентября 1962 года, в 17.00. Я с детства родился в хиржатской семье, ничего не знал. И вдруг я у сектантов, у писятиков получил Библию и опокаялся в первый же день. Но никогда не оставлял крестное знамение. И никогда не был сектантом. А у них проповедовал в разных городах. И мне представляли, у нас православный проповедник, он будет проповедовать сегодня. Я вел иногда три собрания в один день, около 10 часов, в городе Тбилиси. Это Бог так делает. И врагов нигде никогда не было таких, кроме православных священников. Он про себя говорит фотографии, там рассматривали они эти священники. Там один кряхтел, химичил. И потом мусил, слюнявил карандаш. Но такие подробности вряд ли ты мог бы запомнить, Александр Глебович. Но если до кого ты знаешь, что он там помечал, а тебя в стороне это было. Ну все это фантазии талантливого человека. Как жития святых у Дмитрия Ростовского. Даже не знает, как звать человека, она пишет биографии, прямая речь. Этого нельзя делать для верующего. Зачем нам рыться в чужих помойках? В нашей душе столько еще не раскрытого. Лучше в ней надо посмотреть. Стимул, что на борталон все может быть. А почему, если вы были уже знакомы со всем этим, видели, как они сладко живут, почему вас туда не внедрили? Вы же уже в семинарии были. Вот тоже для меня непонятно. Туда так бьются люди. А оттуда уйти и потом мучиться всю жизнь, подглядывать. Там подглядывайте, теперь здесь подглядывайте. Не надо этого. Мне ваша биография известна только из гугла, я смотрю. Мою биографию там тоже можете найти. Всю. Так, теперь вы знаете, говорите, 22 архиерея, которые продолжают окормлять. Я сразу говорю, что это за слово? Откройте словарь Ожегова. У слова окормлять только один смысл. Откуда, когда священство вложило другой смысл, чтобы причащать, присматривать, исповедовать? Нет. Слово окормлять у Сергея Ивановича Ожегова означает только одно. Отравлять. Отравить. Окормить, то есть перекормить. Окормить. Кто это придумал такое слово? К самому святому, что у нас есть. Где, откуда? Примите тело моё. Где другое? Причастие. Ну это ещё ладно, прижилось слово. Но окормлять откуда? В церкви много есть слов, много, которые не церковные и антицерковные. Как это? Каноническая территория. Кто это выдумал? Открывают новые епархии католики на нашей канонической территории. Да кто вам это давал? Вот здесь целые кварталы. Чья каноническая территория? Никто никогда не был из священников. Нельзя так, как говорится, зверь пробежал, помочился. Это моя территория. Твоя территория там, где ты работаешь. Вот твоя территория, твоя квартира. Но они там не образованные. Не говоря уже про этаж. Не говоря уже про один дом. Вы не найдёте ни одного священника у нас, который работал бы, как свидетель Иегова, от дома к дому, от двери к двери. Вот они работают. У них есть каноническая территория. Но они не претендуют перед властями на неё. Чтоб схватили. Первое послание Петра 5.2 «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринуждённо, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господству над наследием Божьим, но подавая пример стаду». И из-за гнусной корости Дьякон один беседует с моим братом, брат Иаким, мой родной брат, он на 5 лет моложе священник, беседует с одним выходцем с Украины. Это такие люди, карьеристы. И в армию он без лычки, говорит, домой не пойдёт. Сколько я знаю, на них просто другого суда нет, как сказать, карьерист. Он говорит, ну ты приехал с Украины, а почему? Да у нас все места заняты. А ты, Евангелие, ты считаешь, а что это за книга? Он не знает. А зачем ты приехал? Гроши заробить. Вот и всё. Зачем они съедут? Гроши заробят. А то это не гроши. Безусный какой-то там семинарист, не закончил ещё семинарию, и романах, ставит настоятельным, кому-то очень угодил. Да вы разве не знаете, что рукополагать можно в священнике не раньше 30 лет? Откуда-то известно, 6-й Вселенский Собор, 15-е правило. Повторяю, 6-й Вселенский Собор, 15-е правило. А если раньше, да будет извержен. Только господство, только руку целуй. И когда говорят священники, никого не судя, они имеют в виду только одно, не трожь нас. Я их очень хорошо знаю. Только в прошлом году мы проехали 240 городов и сёл. Я встречался с ними неоднократно. Они даже, мы выезжаем в другую местность, и сразу звонок. И там милиция нас уже перехватает. Оперативный перехват. Но у нас ничего нет. А как же сказали, что вы везёте экстремистскую литературу. Я в каждую библиотеку дарю свои книги. 38 книг. В каждой. 240 городов и сёл. Библиотеки имени Ленина, парламентская. Я Путину послал в подарок. Медведеву, патриарху. Правда, ответов никаких нет, кроме уведомительной этой картинки. Вот апостол. Читаем дальше. Матфей говорит. У Матфея 10.16. Иисус Христос сказал. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Я священникам задаю вопрос. Скажите. Ну бывает так иногда. Просто в епархии мне дали слово. Я выступил перед всеми священниками. Скажите, кого имел Христос в виду, называя волками? И кого овцами? Ну овцы это ясно, кто мы. Ну мы же пастырь называются. Пастырь пасёт овец. А волки? Ну волки не верующие. Коммунисты волки, да волки. Фашисты волки. Масоны волки. Это всё волки? Ну да. Христос послал. Ну тогда были кто? Иудеи, среди евреев, которые гнали. Язычники, Нерон, Саддухеев, Фарисеев. Это волки, да волки? Давайте запишем. Волки все. Хорошо. Слушайте внимательно. Деяние 20 глава 17 стиха. Из Мелитажа послава Ефес. Он, Павел, призвал пресвятеров церкви. Которая пословом пресвятер и епископы были. Это одно для них было название. Призвал. И 20 стих. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что честь я от крови всех. А почему? Ибо я не упускал не возвещать вам всю волю Божию. Так как священники не возвещают волю Божию, не проповедуют, они все в крови. А Павел говорит, я чист от крови. Ну тут легко рассуждать. Тут перепадов никаких нет. Они все в крови. У них рот в крови. Им нельзя ни одного слова говорить даже против этого Невзорова. Вот тот-то отвечает перед своей совестью, если она у него есть. А мы-то перед Богом. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Посейте церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Интересно, в церкви назначено читать определенные какие-то перекопы, называется. Не стихи, а целые пакеты. И доходя до этого места, я говорю, в одном месте пропуски и в другом. Я подошел к священнику. А что это за пропуски? Священники здесь рецензию наводят уже в словах Господних. Сами здесь на месте, как оглашенные заедите, во многих местах церкви уже не произносят. Почему? А кто оглашенные? В первую очередь, священник оглашенный должен выйти. Он не оглашен еще. Безбожник в алтаре стоит. Павел говорит, знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою. Я говорю, а что такое лютые? Да и стали смотреть злые, бешеные. А кто это такие? Значит, мы договорились, записали. Масоны, коммунисты, фашисты, атеисты, безбожники. Это волки. А вы, попы, архиереи, лютые волки. Павел-то призвал вас. Лютые означают бешеные. Вас только отстреливать будут таких. Это Павел знал. И будут говорить, умеют говорить. Семинарию кончат. Магистрами богословия, докторами богословия. Для чего? Говорить будут все привратно. Я знаю, как они умеют клеветать. Я в другой раз обернусь назад. А по кого они говорят? Я один здесь перед ними-то. Они про меня говорят? Про меня. Так это не моя биография совсем. Меня тогда не было еще. Я еще не родился. Я не мог был правой рукой Геббельса. Хорошо. Ибо я знаю, что войдут к вам. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо было поддерживать слабых. И память от слова Господа Иисуса бы, его он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плащ был у всех. И падая на выем Павла на шею, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. Знаете, предатели были всегда. Евангелие от Матфея 26.15 написано. И сказал Иуда, что вы дадите мне, и я вам придам его. Они предложили ему 30 серебряников. За меня слишком много власти предлагали. Открыть храм вы не могли в Кулунде. Уполномоченный сказал, мы откроем, отлучите Игнатия от церкви. Да даже наш Расставитель сказал, на это мы пойти не можем. За ним ничего не числится. Да сохранись нас Господь от всякого греха. Аллилуйя. Аминь.